Давайте начнем, наверное, с новости о Кадырове, о баттле Кадырова с официальным артом Путина, с Песковым. Кадыров обиделся на Пескова. Сегодня Кадыров опубликовал у себя в телеграм-канале вот такой переполненный обидой пост. Кадыров пишет, но сначала он начинает говорить про каких-то патриотов, только потом становится понятно, что речь идет о Иване Урганте. Кадыров жалуется, что вот, мол, человек, когда только началась вся паника, он уехал, потом типа под предлогом, что он едет в отпуск, потом он типа вернулся. И вот так легко быть патриотом, правда? Это вам не с амбунированием бегать между кирпичной грудой бетонных стен и не в окопе холодном сидеть по несколько суток. Уж Кадыров-то не понаслышке знает, каково это сидеть в окопе несколько суток, как это бегать между груд, значит, кирпичей и бетонных плит. Кадыров-то у нас так часто, по всей видимости, бегал, так много он сидел у нас в окопах. Но, по крайней мере, все время, сколько идет эта военная операция в Украине, Кадыров лежит на каком-то золотом диване. Он с него не поднимается, оттуда он пилит всевозможные ролики, и лежа на нем он получает всевозможные звания генерала, лейтенантов и так далее. Видимо, мы не заметили, как произошла переоценка самого понятия патриотизм, пишет Кадыров. Я на самом деле... И вот здесь вот этот самый момент, из чего вообще этот пост вырос. Вот здесь вот становится понятным, на что Кадыров обиделся. Я на самом деле удивился, когда Песков не прокомментировал присвоение мне звания генерала-лейтенанта, якобы из-за того, что не видел указа. Мы тут со всеми силовиками и добровольцами проведением спецопераций занимаемся днем и ночью. Можно же было как-то подбодрить или как-то поделикатнее прокомментировать, а не это ваше, не видел указа. Зато трус, сбежавший в момент нестабильности, якобы в отпуск и вернувшийся обратно, в момент спокойствия, по всей видимости, для Кадырова сейчас момент спокойствия в России, в момент спокойствия на политической сцене, якобы из отпуска настоящий патриот. Странное все-таки мышление ныне. Героев не могут называть героями, генералов не называют генералами. Молодушных беглецов нарекают патриотами и даже большими. Кстати, Кадыров, тут я с тобой соглашусь. Предатели не называют предателями почему-то. Шкала приоритетов у Пескова какая-то несозревшая. Надо с этим что-то делать, написал Кадыров. В общем, здесь для меня все стало понятно. В принципе, это действительно обидно. Ты лежа на своем диване, не вставая с него, днем и ночью пилишь эти ролики, выходишь на связь то с одними одноразовыми, то с другими. Отправляешь их туда, там их утилизируют. Тебе потом нужно как-то там этим родным объяснять, что это они чуть ли горды должны быть тем, что их утилизировали, что они там на каком-то пути священном погибли. Ну, очень тяжелую работу выполняет человек, не вставая с этого золотого дивана. Тут ему очередное звание, повышение. Генерал-лейтенанта из него делают. А Песков, вместо того, чтобы на вопрос, а вы знаете, мол, что генерал-лейтенанта дали Кадырову, вместо того, чтобы сказать, конечно, я это знаю, я давно вообще говорил о том, что ему должны дать это звание генерал армии, он должен быть. Ту работу, которую проводит Кадыров, не проводит никто. Вместо того, чтобы вот так это, значит, это все прокомментировать, Песков говорит, я не видел пока указа, поэтому, мол, не знаю. Ну, оказывает он, как сказал. Я, честно говоря, и не знал, что он так сказал. Я не следил за этой темой. Ну и, разумеется, Кадырова это очень сильно обидело. Да любого бы это обидело. Любого. Представьте, поставьте себя на место Кадырова. Если бы вы выполняли бы столько работы, лежа на своем диване, и вам как бы поощрили бы вас за это, да, то есть тот, кто должен это заметить, он бы это заметил и вас за это поощрил. А тут какой-то рот, официальный рот Путина говорит, а я не видел, говорит, еще этого указа. Ну и, в общем, Кадыров сейчас это все высказал. Теперь мы ждем объяснения от Пескова. Он должен как минимум сказать, что Кадыров просто в своей... значит, манере такой вспыльчивой резко так отреагировал. Это ничего страшного, время сейчас такое, бла-бла-бла, и что-то такое. В общем, Песков нам, я думаю, должен сказать. А Кадыров, ну, тебе надо продолжать просто в том же духе, не отвлекаясь на всевозможных Песковых и прочих. Дальше газуй на этом диване, записывай свои ролики, и, возможно, ты получишь какого-нибудь маршала или генералиссимуса, в ближайшее время. Не отступай, в общем, Кадыров. Про окопы, конечно, было очень смешно, когда ты про них сказал. В некоторых странах, например, в Латвии, приняли закон не давать ВНЖ, временный вид на жительство, даже гражданам России и Беларуси. Даже тем, кто на рассмотрении находится уже в Германии, у твоего брата что-то изменилось. А нет, ничего не изменилось. Вообще, вот знаете, самое неприятное во всей этой истории, что мы 400 лет, как бы, страдающие от действий этой страны, России, 400 лет с ней боющиеся. До сих пор вот все наши проблемы были связаны именно с тем, что Россия нам эти проблемы создавала. И вот удивительно, сегодня, когда весь этот мир понял, что из себя представляет Россия, и когда весь этот мир теперь создает проблемы России, мы теперь тоже находимся в том же числе людей, которые получают эти проблемы. Удивительно, да, насколько мы народ такой несчастный. Вместе с этими россиянами сегодня и мы должны страдать, потому что для этой европейской общественности, вообще для всего мира, мы теперь сегодня тоже рассматриваемся как россияне. Ведь у нас российские паспорта. И никто не думает о том, как у нас появились эти российские паспорта. Мы что ли их делали сами? Мы что ли хотели эти российские паспорта? Мы что ли поехали в паспортные столы России и просили им их дать нам паспорта? Или они пришли на нашу землю, как сегодня пришли в Украину, точно так же оккупировали нас и вручили нам эти свои паспорта? Просто поразительно. К чему мы теперь дальше должны вместе с этими же россиянами страдать от того, что сегодня происходит? Согласен ли ты с мнением Чичваркина, который повторяет, что пока ЕС не перестанет платить Путину ежедневно по 600 миллионов евро за газ, ни о каком давлении на Путина не может быть и речи. Но я, конечно, согласен с тем, что это нужно прекращать. Что нужно, конечно же, отказаться. Полный эмбарго на нефть, на газ, на все вообще связанное с Россией. Все то, что им дает возможность финансирования этой войны, конечно, это нужно все прекращать. С этим я согласен. Но то, что санкции без этого типа не давят, ну это неправда. Они, конечно, давят. Просто это неполное как бы отключение его от всевозможных финансов. Это правда. Поэтому здесь, конечно, я согласен с Чичваркиным. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.